МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопросом, подслушивают ли нас смартфоны, пользователи задаются не первый год. Но все чаще в сети стали появляться посты с рассказами, как владельцы телефонов получают рекламу на почту и в ленту социальных сетей на темы, которые обсуждали с друзьями и коллегами. При том, что разговоры они вели не по телефону. Таргетированная реклама в Фейсбуке меня уже немного пугает. Когда в ленте постоянно выходили страницы универов, и именно школ, куда я подавала документы, было, о, какой таргет, молодцы. Когда в ленте появились поздравления с поступлениями и ссылками для оплаты депозита, стало, о, откуда Фейсбук знает. Таргетированная реклама в Фейсбуке показывает мне одежду для малышей. Видимо, настроили на аудиторию женщины от 30 до 50. Но нет, не угадали. Мне это неинтересно. Хочется, чтобы лет через 30 мне таргетированная реклама показывала средства от морщины склероза. А я им в ответ. Мне это неинтересно. Некоторые пользователи в противовес теории пишут, что если бы действительно в смартфоне регулярно включался микрофон и происходила передача данных, батарея не продержалась бы положенного ей короткого времени. А стоимость мобильной связи просто зашкаливала бы. Но, к всеобщему удивлению, покопавшись в просторах социальных сетей, можно увидеть комментарии, что айтишники уже давно доказали. Заметить это довольно сложно. Расход батареи минимальный, а при использовании Wi-Fi нет никакого всплеска передачи данных. Хотя таргетинг в Казнете считают все же чаще полезным инструментом. Коллеги, YouTube, насколько я понял, закрыл таргетинг по прероллам на Казахстан по каким-то неясным причинам. Кто знает или может узнать официальную информацию, когда таргет вернется. Или его смело можно пока вычеркивать из медиаплана. Если в 21 веке вашего бизнеса нет в интернете, то вас не будет в бизнесе. Билл Гейтс. Более 82% людей ищут товары и услуги именно в интернете. Из чего следует, что информация о вас и вашем бизнесе на просторах интернета – это не блажь и не роскошь, а совершенная необходимость. Так как когда эти 82% не найдут вас в поисковике, они непременно найдут ваших конкурентов. И таргетник в этом плане вам только на руку. Другой темой, которую обсуждают не менее активно, стала презентация учебников, переведенных на казахский язык, что, по мнению подписантов Казнета, изменит парадигму преподавания. И даже при сохранении всех текущих дисциплин блогеры ожидают качественно нового содержания получаемых учащимися знаний. Я уверена, что казахоязычная аудитория рада этому, как никто другой. Почему? Потому что я сама обучалась и в школе, и в вузе на казахском языке. И мое окружение понимает, как нелегко найти литературу с достоверной информацией, с богатым словарным запасом и терминологией на своем языке. Чтобы качественно подготовиться к уроку, познать новшества, не отставать от других, приходилось перечитывать много книг на других языках, переводить на казахский. И ведь не всегда получалось правильно донести мысль, грамотно написать или рассказать материал. Это большое затруднение всегда доставляло хлопот. Ни одна страна мира не осуществляла такой комплексной программы. Что это дает казахскому языку? Мощнейшее обогащение понятийного аппарата, зарождение собственной переводческой школы, резкий рост привлекательности казахского языка. Потому что такой богатой гуманитарной базы нет ни на турецком, ни на узбекском, ни на кыргызском, татарском или других тюркских языках. Появление таких учебников изменяет и парадигму преподавания. Даже при сохранении всех текущих дисциплин можно ожидать качественно нового содержания. А это ожидаемо повлияет на сознание и интеллектуальный потенциал самих студентов. И именно эта молодежь в конечном итоге станет драйвером модернизации, придавая ей необратимый и осмысленный характер. Посты и комментарии к ним получились крайне полезными. Вполне хорошая и интересная новость не только для учащихся на казахском языке. Ведь даже те, кому просто труды мировых профессоров были недоступны из-за незнания иностранных языков, теперь смогут изучить их беспрепятственно. Если вам есть что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии на сайте нашего канала. До встречи в эфире и в Казнете! Редактор субтитров А.Семкин